Привет, друзья! Ольга Орлова – популярная российская исполнительница, которая ворвалась на отечественную эстраду в качестве солистки из группы «Блестящие», а впоследствии смогла построить сольную карьеру и прославиться в качестве поп-певицы. Ольга также известна пылкой любовью к собакам. В её доме всегда находилось место щенкам и взрослым псам. И несмотря на свой звёздный статус, она одинаково трепетно относится как к породистым собакам, так и к беспородным, совершенно не разделяя их ни по этому признаку, ни по какому-либо другому. Известность пришла к Ольге благодаря её упорству и старательности, которая не покидала настойчиво добивающуюся своей цели Орлову даже во времена невзгод и тяжёлых испытаний, подброшенных ей судьбой. С 2017 года Ольга ведущая реалити-шоу «Дом-2». Недавно стало известно, сколько ведущие телепроекта получают за свою работу ежемесячно и насколько отличается гонорар Ольги Орловой от её коллег. Но для начала, подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как живёт Ольга Орлова и сколько зарабатывает ведущая «Дом-2». Будущая певица и актриса Ольга Юрьевна родилась в Москве 13 ноября 1977 года в семье кардиолога Юрия Владимировича и экономиста Галины Егоровны. Её настоящая фамилия – Носова. Параллельно с общеобразовательной школой она посещала и музыкальную, где обучалась игре на фортепиано. По окончании средней школы Ольга поступила на экономический факультет Экономическо-статистического института Москвы. В шоу-бизнес Орлова пришла, едва отметив совершеннолетие. В 1995 году продюсер Андрей Грозный задумал воплотить идею российского гёрлс-бэнда по аналогии с американскими коллегами. Именно он и пригласил будущую звезду блестящих Ольгу Орлову в коллектив в качестве первой солистки. Она же порекомендовала Грозному взять в группу Полину и Одис. Третью девушку Варвару Королёву Грозный нашёл сам. Таким составом был записан хит «Там только там», быстро приобретший популярность на постсоветском пространстве, неизбалованными, эффектными полуобнажёнными красавицами, которые умели и петь, и танцевать, и не стеснялись делать этого публично. Год спустя группа приняла в свои ряды четвёртую участницу, своего арт-руководителя Жанну Фриске. Первый клип в новом составе был записан на песню «Цветы». Именно с Жанной Ольга нашла общий язык быстрее остальных участниц. Вскоре девушки стали верными подругами, что редко бывает в жестоком мире шоу-бизнеса. Фриске была старше Ольги на три года, поэтому негласно взяла на себя роль старшей заботливой сестры. Во время гастролей девушки селились в одном номере, называли себя шутливыми прозвищами и знали всю подноготную друг о друге. Личная жизнь Ольги Орловой попала на первые страницы таблоидов в 2000 году. В это время она выступала в составе «Блестящих» и была на пике своей популярности. В молодости певица познакомилась с бизнесменом Александром Кармановым, состоящим в отношениях с ныне покойной Натальей Лагодой. Орлова и Карманов сыграли свадьбу. В мае 2001 года у них родился сын Артём. В её планы тогда не входил уход из «Блестящих» и прощание с остальными участницами, ставшими ей второй семьёй. Но продюсер, возмущённый тем, что Ольга до последнего момента скрывала от него интересное положение, решил продолжить выступление без неё. Певица оказалась без собственного репертуара, как того требовали условия контракта, хотя тексты к части песен были написаны ей. В честности, она написала слова к хитам группы «Чао Бамбино» и «Где же ты?». Ольга начала сольную карьеру. К концу девятого месяца беременности сольный альбом Ольги Орловой уже готовился к выходу. Чтобы быстро избавиться от появившихся 25 кг, певица провела два месяца на жесточайшей диете. Лишь после этого девушка сняла свой первый клип «Ангел» и презентовала сольный альбом с лаконичным названием «Первый». Весь 2002 год прошёл в активных гастролях и съёмках в историческом сериале об екатерининской эпохе «Золотой век». В ноябре того же года она приняла участие в реалити-шоу «Последний герой 3». Ольга была в реалити-шоу с первого до предпоследнего дня. Вылетела она лишь на 38-й день во время финального испытания. После она взяла творческий отпуск как певица и долгое время занималась исключительно съёмками в кино. В 2006 году она приняла участие в съёмках романтической комедии «Любовь-морковь» с Гошей Куценко и Кристиной Рыбакайто в главных ролях. В фильме Ольга сыграла роль Лены, подруги главной героини. Также Ольгу можно было увидеть в ром-коме «Ирония любви», комедии «Зайцев жги. История шоумена», где она появилась в роли самого себя, а также в мелодраме «Зимний сон». Спустя несколько лет брака некогда тёплые чувства Ольги к Александру Карманову превратились в постоянные конфликты и претензии. В 2004 году супруги официально развелись. Спустя много лет Орлова назвала причину расставания. Оно было обусловлено карьерными амбициями артистки и её супруга. В какой-то момент оба поняли, что занимаются работой больше, чем личной жизнью. Решение развестись было обоюдным. В конце 2004 года у Ольги Орловой начался роман с известным продюсером Ренатом Давлятьяровым. Но романтические отношения так и не вылились в нечто большее, и их дороги разошлись. В 2010-м бывшая участница «Блестящих» начала встречаться с другим бизнесменом – Петром Аксёновым. В 2015-м в жизни телеведущей случилась настоящая трагедия. После долгой борьбы с раком скончалась её близкая подруга Жанна Фриске. Ольга до последнего во всём поддерживала подругу. Все радостные моменты Фриске по-прежнему сообщала ей. Рождение сына Платона, Ольга стала его крёстной матерью. Предложение руки и сердца от Дмитрия Шепелева. «Прощай, моя девочка, спи спокойно, ты навсегда останешься в моём сердце». Такими словами Ольга попрощалась с подругой, когда та ушла в мир иной. В 2016-м году в прессе появились новые слухи о личной жизни Орловой. Певицы приписывали роман с бизнесменом Ильёй Платоновым, владельцем компании Avalon Invest. Одно время артистка никак не комментировала эту информацию и старалась избегать разговоров о личной жизни. На телепроекте «Дом-2» любовь не обошла стороной телеведущую. Одно время её возлюбленным считался стилист Евгений Кривенко. Но сама артистка не давала комментариев по этому поводу. В середине 2018 года в эфире «Дома-2» Ольга заявила, что её сердце свободно. Вскоре среди участников проекта появились поклонники артистки – Артём Сорока, Саймон Марданшин, Павел Бабич. Также вокруг персона миниатюрной красавицы ходили слухи о романе с актёром Вячеславом Манучаровым и певцом Николаем Басковым. В своём профиле в Инстаграм Орлова совсем недавно объявила о том, что наконец стала по-настоящему счастлива. Она не сообщает имя избранника и не показывает его на снимках. Однако из слов знаменитости стало ясно, что со своим новым молодым человеком Ольга счастлива и влюблена. Дом Ольги находится в престижном районе на Рублёвском шоссе. Проживает актриса вместе с сыном, получив дом после развода с Александром Кармановым. Это большой двухэтажный особняк, облицованный светлым кирпичом. Вокруг здания растут декоративные кипарисы, кустарники и ели. Чтобы более подробно рассмотреть жилище Ольги Орловой, достаточно включить фильм «Любовь, морковь 2». История семьи Голубевых после рождения детей снимается как раз в её доме. Сама актриса мало рассказывает об этом факте, но и не скрывает его. Ольга Орлова является зоосащитником и активным волонтёром. В её шикарном доме живут пять собак, три из них взяты с улицы. Собакам позволено многое – гулять по всему дому, спать на шёлковых простынях в спальне певицы, им прощаются любые шалости. Время от времени Ольга берёт на передержку других бездомных собак. Практически на всех домашних фотографиях и видео певицы можно обнаружить её любимцев. В марте 2017 года стало известно, что Ольга Орлова стала ведущей реалити-шоу «Дом-2». Дебютную программу она вела вместе с Ольгой Бузовой, которая помогала ей в новом и нелёгком деле. В 2021 году на телеканале «Ю» стартовал обновлённый проект «Дом-2». В шоу приняли участие и новички и старожилы проекта, а состав ведущих обновился. Новым ведущим одного из самых обсуждаемых реалити-шоу «Дом-2» стал популярный певец и видеоблогер Дава. Давид Манукян ведёт проект вместе с постоянными ведущими шоу – Ксении Бородиной, Ольгой Орловой, Владом Кадони и Андреем Черкасовым. Ольга Бузова в последний момент отказалась переходить с канала ТНТ на другой канал. Известно, что зарплата знаменитостей не одинакова. Так, Ксения Бородина за один месяц работы на шоу получает около полутора миллионов рублей. Ольга Орлова, согласно контракту, зарабатывает на проекте немного меньше миллиона рублей в месяц. А гонорары Андрея Черкасова и Влада Кадони оказались в несколько раз скромнее. Их зарплата – 200 тысяч рублей. Продюсеры сообщают, что гонорары ведущих могут расти, если шоу завоюет любовь зрителей и покажет высокие рейтинги. Друзья, давайте пожелаем Ольге оставаться такой же радостной, женственной, улыбчивой, смелой и жизнерадостной. Чувствовать себя счастливым человеком – значит иметь возможность любить и радовать себя и окружающих, мечтать, верить в лучшее, стремиться к успеху, получать от судьбы неожиданные приятные сюрпризы. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч, пока!